Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Фортуна, и мы сегодня поговорим с очень интересным человеком на мега интересную тему или даже темы. Я сейчас смотрю в глаза Романа Бочменского, гомеопат и специалисты по холистической медицине, руководитель горячей линии гомеопатического центра ВИА «Хомеопатика». Роман, я все правильно говорю? Абсолютно правильно. Здравствуйте, Светлана. Вот, и в такое удивительное, сложное, но удивительное, прекрасное время, свидетелями которого мы все являемся, хочу поговорить об альтернативных методах вообще существования, так скажем. о том, что нас сейчас окружает, и как быть в этом во всем здоровыми, осознанными, здравомыслящими, вот, потому что так немножечко нестабильно все происходит и в мире, и в семьях, и думаю, что этот вопрос, он так вибрирует в обществе очень звонко, и хочется поговорить сегодня с вами на эту тему. Ну и, конечно, главной героиней у нас сегодня будет гомеопатия и все, что с ней связано. А ты как, вы как мастер понимания и уже большой практики, вы, конечно, сегодня ответите на многие вопросы. Ну, первое, это вот как простыми словами доступно для жителей Казахстана и не только рассказать, что такое гомеопатия? Гомеопатия — это вид медицины, который основан на законе подобия. Закон подобия — это лечи подобное подобным. Собственно говоря, любое исцеление по-настоящему может происходить только по этому закону. И это неважно, это описано в гомеопатии или в каких-то смежных дисциплинах. Гомеопатия как наука существует около 200 лет, и, собственно, методы гомеопатические применялись намного раньше. И в древних манускриптах, и в различных литературных памятниках нашей цивилизации, прежней цивилизации, можно сказать, и в Ветхом Завете, и в других книгах или источниках культуры, описаны основные гомеопатические правила, а в некоторых случаях описаны даже гомеопатические исцеления. Что же такое лечи подобное подобным? Представьте себе, пожалуйста, что кто-то заболевает, и у него есть набор симптомов. Например, с изотечения, например, резь в глазах или зуб в глазах, чихание, выделение, слизистые выделения из носа. То есть симптомы, которые возникают, когда вы чистите лук. С такими симптомами приходит человек, но человек говорит о том, что у него это возникло вчера, неожиданно, и еще и сопровождается поднятием температуры. В гомеопатии есть гомеопатический препарат из лука, называется Алиунцепа. Абсолютно верно, как хорошо. И гомеопаты не дают лук при луковом заболевании, это уже будет изопатия, но дают гомеопатический препарат из лука, специально подготовленный. В чем разница? Гомеопатический препарат из лука, как и из любого другого источника, готовится с помощью разбавлений и встряхиваний, динамизации. Если мы берем кусочек лука, разбавляем его в воде, встряхиваем эту жидкость, причем количественное должно быть 1 к 99, так чтобы в общей сложности было 100. И вот мы взяли одну часть лука, 99 частей воды, смешали и потом встряхнули 10 или 100 раз, в зависимости от шкалы, в которой будет гомеопатический препарат приготовлен. Это будет первое разведение. Из приготовленного раствора берем одну капельку и добавляем в 99 капель воды. Опять встряхиваем определенное количество раз, это уже будет второе разведение. В гомеопатии считается, что когда мы доходим уже до 5-6 разведения, там нет уже молекул. Там есть только информация, которая повлияла на воду. И вода, некоторые говорят, что обладает памятью, некоторые называют это другими в последнее время очень научными терминами, она передает информацию о том веществе, которое было разбавлено, не только разбавлено, но и динамизировано. Таким образом, в этом гомеопатическом растворе нет уже ничего от материального субстрата, субстрата лука, но есть информация о луке. Это гомеопатический препарат. Если же человек, например, вот я вам приведу такой пример, лет, наверное, сейчас вам скажу, лет 10-12 назад. Я выходил из дома, мы тогда жили в многоэтажном доме, и на выходе из дома, на выходе из подъезда вдруг неожиданно обнаружил соседку с более высокого этажа в полуобрачном состоянии, возле нее девочка-подросток. В общем, что случилось? Она, не подумав, вылила раствор хлорки в унитаз, в пары отравления хлором. В данном случае, естественно, первым делом нужно оказать первую медицинскую помощь. И это очень хорошо, что ее вывели хотя бы на свежий воздух. Это замечательно. А далее, как мы будем лечить от самого отравления? Можно дать ей гомеопатический препарат, который приготовлен из газа в хлор, что, собственно, было и сделано. Через 10 минут после звонка в аптеку срочно такси привезло препарат, и на глазах женщина начала приходить в себя. Это вид, значит, не совсем гомеопатии, это больше изопатия. То есть, то, что вызвало болезнь, сейчас просто в гомеопатическом разведении дается этому человеку. Возвращаясь к луку, человек, когда заболевает гриппом и приходит с картиной лукового отравления, он не отравился луком, но его симптомы напоминают воздействие лука. Если его симптомы будут напоминать состояния какие-то другие, например, отравлением каким-то другим веществом, естественно, будет подобран гомеопатический препарат. И мы не всегда говорим об отравлении. Очень часто мы используем гомеопатические препараты из источников, при соприкосновении с которыми ничего очевидного с первого раза не произойдет. Это могут быть и цветы, и минералы, и даже электромагнитные или какие-то другие физические явления. Но если же человек приходит с выраженными симптомами, которые гомеопату известны по описанию этого гомеопатического средства, то тогда закон подобия сработает подобным, будет исцеляться подобное состояние. А почему это происходит? Почему попадая туда, в организм, память этого препарата понимает, куда залезть и что сделать? То есть какой механизм действия препарата? Знаете, есть очень много объяснений механизма гомеопатического препарата. Я не думаю, что какое-либо из них окончательное. Есть даже объяснение с точки зрения квантовой физики. Предполагается, что существует некая память воздействия. Организм входит в определенное состояние, в определенные электромагнитные вибрации, в определенное состояние, которое проявляется на всех уровнях. На физическом, эмоциональном, практическом. И вместе, в совокупности, мы видим картину. И где эта картина заложена? Биохимически она может проявляться, опять же, на разных уровнях. Может быть, на физическом уровне мы можем определить изменения тканевые, которые будут соответствовать определенным эмоциям, которые будут соответствовать определенной ментальной картине, которые, в свою очередь, будут соответствовать какой-то духовной картине. И все вместе — это определенная ось. И если в детстве девочка страдала от нелюбви родителей, кстати, при этом родители, может быть, ее любили, но внутри ее ощущение было, что она гинут нелюбима, и она страдала от этого, никогда об этом не говорила, что в какой-то момент вот это внутреннее страдание, оно рвется наружу, как и всякая эмоция, кстати. Эмоция внутри — это очень разрушительная вещь. Эмоции нужно обрабатывать, эмоции нужно узнавать, нужно познавать себя, познавать свои эмоции и владеть им. Но если ты не владеешь эмоцией, то эмоция начинает повладевать тобой. И если эмоция вот этой девочки, которая ощущала нелюбовь, ощущала, что она чужда, что ею чураются, что она не родна для своих родителей, то со временем эта эмоция может перейти в физическое страдание. Например, могут начаться проблемы с желудочно-нишечным трактом или заболевания ушей, или неврологические расстройства. Но и это не все. В какой-то момент эти заболевания проявляются уже не только на одном уровне, на физическом или на эмоциональном, а образуется определенная картина, и человек входит в бункер, входит в какой-то скафандр, и он ходит по миру в этой одежде. Я нелюбим. Трансляция происходит изнутри. То есть внутри есть какой-то режиссер, это пьяный режиссер, не пьяный, а очень ограниченный режиссер, который говорит этому актеру, ты должен сейчас поступать только вот так. И он ограничивает человека на всех уровнях, на физическом, эмоциональном, ментальном. И вот эта женщина, она ходит с ощущением, я нелюбима, она может выглядеть так, она может поступать так, она может вести себя так, до тех пор, пока ей это либо не надоест, либо она серьезно не заболеет, не попадет к хорошему специалисту, который разберется, и услышит эту мелодию. А в человеке всегда есть две мелодии. Мелодия самого человека, истинная мелодия. Это музыка, это симфония его предназначения. С этой музыкой он пришел в мир. Эту музыку нужно услышать. Я очень люблю такое выражение Равина Нахмана из Бреслова, который говорил, когда рождается ребенок, это проявление Бога. Всевышний решил, что без него, без этого ребенка этот мир существовать не может. И вот есть эта мелодия, и есть мелодия, которая навеяна ему то ли каким-то испугом, то ли стрессом, то ли воздействием извне. И в результате этого воздействия он реагирует. И одна из форм реакции это одеть вот этот скафандр. Задача, когда приходит такой человек к нам на прием, подобрать ему подобный гомеопатический препарат, который поможет ему снять этот скафандр, не подходящий обычно к тем местам проживания и пребывания для человека. И вдруг неожиданно после гомеопатического препарата человек начинает чувствовать себя хорошо на всех уровнях, на физическом, ментальном, эмоциональном. Он более свободен. Он свободен от боли на физическом уровне, от страстей и определенных эмоций на эмоциональном уровне и от каких-то зажимов ментальных. Вот так, а не иначе. Черное, белое, фиолетовое, коричневое. Каких-то идеологических, да? Идеологических и в том числе эгоцентрических духовных зажимов. Кстати, это определение, которое я вам сейчас дал, это одно из определений одного из моих учителей. Профессор Джордж Витуркес определял здоровье как мера свободы. Свобода от боли, от страстей и от ментальных зажимов. Вот почему наши люди и вообще народ в целом начал вдруг так резко болеть, потому что речь идет об ограничении свободы. Согласны? Абсолютно согласен. Человек на интуитивном уровне существо свободное. И ограничение свободы, особенно вот таких базисных свобод, моментально сказывается на психоэмоциональном состоянии. И прежде всего, если мы говорим о психоэмоциональном, то идет воздействие на биохимическом уровне, на гормональную сферу. И мы можем смело утверждать, что вот эта внешняя ситуация, которая подавляет, которая не оставляет для тебя свободы выбора, которая закрывает тебя не только от твоего прошлого, но и от будущего, которая не дает тебе возможность выбрать жить здесь и сейчас, а наоборот выбивает тебя вопросы о будущем, что будет, никто не знает. Бизнесы рушатся, семьи рушатся, политические системы рушатся, элиты враждуют между собой, и никто не понимает, что будет в скором будущем. И кроме того, абсолютно понятно, что прошлое уже тоже не в подспорье. Мы уже не можем убегать в прошлое просто так. Нужно находить какие-то новые методы. И вот есть так называемые гормоны счастья. Вот сейчас можно на гормонах счастья видеть 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 как люди, которые неосознанные, которые не знают, что происходит с ними, что происходит вокруг, которые, ну, можно сказать, начинают существовать в определенной биохимической диктатурной среде, где действует больше адреналин и норадреналин, то есть кретизоловый стресс, и где все меньше и меньше серотонина, который вырабатывается в хорошем сне, сна меньше и меньше хорошего, окситоцина, гормон любви, все меньше и меньше проявлений любви, раньше хоть любовь включала телевизор, и можно было по телевизору или в новостях или в кино сходить посмотреть фильм, а сейчас включаешь интернет или телевидение, и о чем страшилки, то есть все об одном, и так далее, и окситоцин уходит на какой-то дальний план, кроме того, все меньше и меньше допамина, допамин это гормон достижения чего-то, людям не дают возможности, не только не дают возможности планировать, когда летали в последний раз, вы можете сейчас сделать то, что могли бы запланировать всего лишь 3-4 года назад, у людей отобрана возможность планирования, а значит это допаминовые кризы, но если мы берем все эти 4 гормона, достижения, удовольствия, любви и серотонин это еще гормон, когда тебя уважают, тебя любят, очень многие сейчас ситуации, в которой он не может себя проявить толком, когда меня могут любить и уважать, когда я могу себя проявить, к нам приходят сейчас люди на прием, которые в стрессе, в стрессе на всех этих уровнях, понятно, что если дать возможность человеку найти источник не вне, не зависеть от политической системы, не зависеть полностью от политической системы невозможно, я думаю, и от времени, и от людей, которые вокруг невозможно, но с другой стороны, если вектор повернуть в центр человека, сейчас для многих из нас открывается замечательная возможность познать себя, познать мир, и начать проявлять себя в этих новых условиях. Да, да. Ну, вот это, наверное, и есть тот самый квантовый скачок, когда мы от материального к духовному, когда от внешнего в центр к себе, потому что по всем фронтам урезали, а куда теперь обращаться? Только внутрь себе. Да, раньше люди уезжали в Тибет, должны были быть определенного уровня развития и желания должно было быть, чтобы как-то оградить себя от этого постоянно меняющегося мира с ложными доминантами. А сейчас можешь сидеть дома, тебя уже ограничить, для тебя сделай работу, то есть сейчас те, кто могут, должны обязательно использовать шанс и для развития себя, и для развития мира. если мы развиваемся, значит, мы развиваем мир. Да. Ну, так, в той вскоре в нашем разговоре прозвучал такой вот вопрос, я подумала о том, что сейчас в Казахстане тоже резонирует очень такой момент, такое явление, как 5G. Мы можем на эту тему поговорить? Есть ли у вас какие-то наработки по поводу 5G? Насколько вы сами считаете это опасно для человека, для организма в целом, не только для человека, просто для живого организма? И может ли гомеопатия как-то снизить эту опасность, если она есть? Роман, вот поделитесь своим опытом. У вас такой взгляд сейчас хитрый, мне кажется, что-то вы уже можете ценное сказать. Смотрите, значит, вопрос перехода всего человечества на следующий уровень электромагнитного обслуживания или технологии, это не вопрос сегодняшнего дня, он возник еще сто лет назад, чуть более, чем сто лет назад, и каждый раз, когда возникал этот скачок в новую технологию, каждый раз возникала какая-то эпидемия, страшная эпидемия. Есть у нас можно посмотреть на страничке в Фейсбуке, на страничке веганой практике выступление доктора Коуна, с русским переводом, кстати, который за 10 минут объясняет историю электромагнитную эволюции, электромагнитной эволюции параллельно возникновению заболеваний, начиная от испанки, которая унесла жизни от 50 до 350 миллионов человек, понятно, и она была связана, связывают очень многие сейчас тем, что тогда ввели в войска новый вид связи начали использовать радио и человеческие организмы были тогда не приспособлены к радио, это сейчас мы сидим с вами и за одну секунду сквозь наше тело за одну секунду пролетает около 500 сигналов 500 сигналов радиостанций, это я не говорю о других электромагнитных и других волнов ну то есть фактически мы облучаемся мы облучаемся причем совершенно разными волнами волны через нас проходят к некоторым мы уже привыкли к некоторым еще нет есть волны которые ну можно сказать безвредны или относительно безвредны а есть волны которые изучение которые не только не безвредны они смертельно опасны в сериале Чернобыль если вы смотрели вы помните там есть такой эпизод когда жители Припяти в ночь взрыва узнали узнав об этом узнали также что это очень красиво выглядит с моста этот мост называют мост смерти потому что все кто пошли на этот мост и красовались этим свечением никто не остался в живых и достаточно быстро и это пример того что мы не видим очень часто источника источника излучения или источника волн который смертельно опасен я думаю что вот такая же технология которая сейчас о других видах излучения которые были за последних сто лет и каждый раз повышали планку вредоносности и опасности для человека и вынуждание человечества приспосабливаться причем огромное количество людей каждый раз умирало и прежде всего от эпидемии вот и сейчас тоже есть предположение что одна из причин одна из причин возникновения ковида это введение мощностей 5G в деятельность и одна из первых станций говорят о том что одна из первых станций 5G которая была запущена уже в такой постоянный режим это как раз в провинции Ухань я не могу сказать на все сто процентов что это так может быть одна из причин возникновения коронавируса может быть и нет но я могу рассказать о гомеопатическом доказательстве того что излучение 5G очень вредно и опасно да да пожалуйста дело в том что в Израиле весь Израиль покрыт сейчас антеннами 5G и делалось это к сожалению втихаря и под шумок ковида и неожиданно как паутиной вся территория Израиля покрыта 5G в чем особенность этой технологии в том что антенны должны быть очень близко друг к другу и поэтому антенн должно быть очень много и их должно быть особенно много в скоплении там где большое скопление людей у меня есть такой гомеопатический случай я его описывал уже и даже представлял на одной международной конференции у меня лечится одна семья здесь в Израиле которая принимает свой гомеопатический препарат и у них замечательные результаты у всех троих в каждом из их случаев вот и этот случай эти случаи я вел уже около года к тому времени как случилось вот это происшествие ко мне позвонила мать этих двух детей и сказала что они ведут себя как-то странно неожиданно для нее и для ее мужа значит маленькая девочка истерила плакала иногда забивалась в угол под диван для того чтобы спрятаться от чего-то она даже не могла высказать чего маленькая девочка еще не разговаривает вот а ее старший братик он на два года старше его поведение также изменилось у него были приступы сверх активности иногда со смехом они оба очень плохо спали и было очень много страхов естественно я посоветовал им прежде всего принять гомеопатический препарат который им всегда помогал и никому из них этот препарат не помог мы договорились созвониться на следующий день и вечером получаю от нее сообщение она вдруг неожиданно обнаружила что на крыше соседнего дома видно было через в окно на крыше соседнего дома а этот семейный дом много немало школа проводят какие-то работы устанавливают какие-то антенны и она связала это с тем что происходит с ее детьми причем эти приступы были волнообразны они приходили уходили когда проходили работы вот вечером того дня дети более-менее успокоились но через несколько часов видимо включили антенну они опять начали проявлять эти симптомы и уже на следующий день эти симптомы начались и у взрослых и у мамы и у баб она сфотографировала эти антенны выставила в интернет и в группе в фейсбуке ей сразу же сказали да вот такие это антенны связанные с 5G я вспомнил что в гомеопатии уже лет 20 как существует гомеопатический препарат который называется излучение мобильного телефона то есть напоминаю что гомеопатический препарат это информация о явлении это явление может быть материальным выраженным каким-то объектом или это может быть что-то невидимое например есть гомеопатический препарат из радиоактивного излучения есть гомеопатический препарат из энергии солнца в данном случае гомеопатический препарат был 20 лет назад приготовлен еще из энергии первых мобильных телефонов. У нас не было к тому времени еще гомеопатического препарата из 5G. Мы сразу же его заказали. Она дала на следующий день препарат детям. И, о чудо! Дети как будто бы по мгновению волшебной палочки пришли в себя. Но самое неожиданное было тогда, когда она сама приняла этот препарат и прислала четкий, подробный ответ, отчет, который уже не только на внешнем поведении детей, но и на ее внутренних ощущениях показывал абсолютную идентичность большинству симптомов, о которых гомеопаты узнают уже более 20 лет. То есть технология влияет, электромагнитные энергии мобильных телефонов излучения влияют на человека. Есть более чувствительные, есть менее чувствительные, а сейчас это излучение будет все больше и больше влиять на людей. Как гомеопатия может остановить технологию? Не может. Как гомеопатия может помочь людям чувствительным? Может. Прежде всего, мы будем советовать таким чувствительным людям жить подальше жить подальше от этих антенн. И я думаю, что в скором будущем люди осознанные, либо те, которые очень сильно будут страдать от технологий новой в виде симптомов, болезней и так далее, вынуждены будут жить в тех местах, где этих антенн будет меньше. И второе, для переходного периода, я надеюсь, что у нас есть хорошие ответы, гомеопатические, в том числе, гомеопатический препарат из электромагнитных волн 5G. Уже есть такой препарат? Да, он уже есть, он уже готов. Он так и называется? Вы знаете, каждая аптека может называть его по-разному, здесь нет стандартизации, к сожалению, только после того, как будет проведен прувинг, то есть испытание гомеопатическое очень серьезное на достаточном количестве испытуемых, то есть пруверов, только после этого можно будет говорить о окончательном названии гомеопатического препарата. А пруверы это добровольцы? Пруверы это добровольцы, это люди, которые испытывают гомеопатические препараты. А как долго проходит какое-либо испытание какого-либо препарата? Это всегда по-разному. Это зависит от группы, которая проводит прувинг, это зависит от мастер-прувера, от супервизора. Обычно такой гомеопатический прувинг в прошлом проводился на протяжении от нескольких дней до нескольких недель. В нем принимали участие от нескольких человек до нескольких десятков человек. И потом этот прувинг обрабатывался, то есть собирались симптомы. Каждый человек подробно описывал свои симптомы. Создавалась общая книга прувинга и создается картина. По этой картине можно будет определить те симптомы, которые излечивает этот препарат. Совокупность симптомов. Не обязательно все симптомы должны быть, но если симптомы определенного препарата возникают в прувинге и с такими же симптомами, через какое-то время гомеопату приходит на прием человек, ему известна эта картина, он, естественно, назначит этот препарат. Это я рассказывал вам о старых прувингах. Дело в том, что сейчас мне посчастливилось организовывать и участвовать в новом прувинге. Он прошел буквально два месяца назад. И это был прувинг нового дигитального гомеопатического препарата. Сейчас есть дигитальные гомеопатические препараты, которые можно передавать с помощью новых технологий. Если технологии развиваются, это не только недостаток, это еще и преимущество. И вот такой новый прувинг прошел два месяца назад. Есть некоторые особенности этого прувинга. Во-первых, одновременно в нем приняли участие несколько десятков человек из пяти стран трех континентов. Он прошел очень быстро. Технология приносит недостаточно. Очень быстро. Симптомы пруверы записывали уже не у себя где-то в блокнотиках, а прямо вводили в сайт. Специально была создана программа, которая облегчала сбор симптомов. И сейчас мы обрабатываем эти симптомы. И раньше прувинг издавался или выходил в свет только через 10-15 лет. А сейчас мы надеемся за 2-3 месяца уже познакомить сообщество с этой новой информацией и с новыми гомеопатическими препаратами, которые доступны. Ох, надо все переварить, Роман. Здорово. Слушай, у меня прямо в груди все как-то так раздувается от того, что чувствую, что есть какие-то реальные методы защиты от всего этого. Потому что, честно, я слегка напугана. Ну, то есть я думаю, что я вхожу в то огромное количество людей, которые стрессуют от вот этой всей ситуации. Вы знаете, стресс – это же естественная защитная реакция. Только она должна помогать, а не наоборот забивать человека в угол. И мне очень знакомо ваше ощущение. Дело в том, что вот уже где-то почти полгода, чуть больше уже, 7 месяцев, мы ведем группу, которая в Facebook, которая называется «Гомеопатия, холистическая медицина и коронавирус». Мы начинали, у нас было там 2-3 человека, потом 5 человек. Постепенно приходили люди, как волонтеры-гомеопаты, так и волонтеры-администраторы. Так и широкая публика приходила, потому что было очень много интересного материала. И мы пытались разобраться, мы пытались помогать. Тогда это было спонтанно и хаотично. Сейчас это уже организация, в которой зарегистрировано более 100 гомеопатов из 20 стран мира. И в ней около 80 волонтеров-администраторов. У нас работает горячая линия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Хотя мы были бы не прочь принять в наши ряды еще большее количество людей и гомеопатов, и админов. И помочь хотели бы еще большему количеству людей. Так вот, вы знаете, в отзывах нам очень часто пишут само осознание того, что где-то есть такая группа, и что можно обратиться. И что кто-то может пытаться тебе помочь и помогут. Это уже снимает стресс, и люди благодарят за сам факт образования и существования самой группы. Не говоря о том, что в самой группе проходят очень интересные и важные процессы. А по-моему, одна из ваших знакомых также обращалась к нам, так мы и познакомились. Да, моя подруга Светлана Шанарова из Бишкека. Я от нее узнала об этом. И тут параллельно мой гомеопат. Вообще все это произошло буквально в одни сутки. Вот так резко, так быстро информация распространилась. И я сразу написала на своей страничке об этом явлении, о вашей горячей линии, о возможности помочь. В тот момент тогда это еще было бесплатно. Сейчас, насколько я понимаю, там какая-то символическая сумма стоит. Да. И это совершенно правильно. Мы вот прямо пока об этом не будем. Я пока вот хочу закончить эту мысль. И я знаю, что как раз это происходило в те страшные дни, недели, когда Казахстан просто нахлынула, вот волна вот этой какой-то странной вне больничной пневмонии, так скажем, так будем ее называть. Тут тоже мнение расходится, что же это за такая была странная штука. Но дело в том, что те, кто не болели этим, были в абсолютной панике, полностью поглощены и умирали просто лежа от стресса дома, кажется, сам по себе. И вот я знаю, что очень огромное количество казахстанцев благодаря вашей горячей линии выровняли свое внутреннее духовное и душевное состояние, ну и физическое в том числе. Поэтому я сейчас вспоминаю, это был какой-то апокалипсис месяц назад еще, но мы все вместе благодаря и вам в том числе справились с этим. Это очень приятно знать. Вы знаете, мне напомнило это своего рода... Мы же говорим о гомеопатии, подобное подобное. Гомеопат вообще очень часто мыслит аналогиями и ассоциациями. В одном из африканских племен еще до недавнего времени существовала такая казнь человека, который очень серьезно провинился. Его готовили к этой казни следующим образом. Значит, во-первых, он должен был попрощаться со всеми, потому что он знал, что никто ему не поможет. И во-вторых, там шаман проделал определенный ритуал и наводили на человека, провинившегося, его вводили в страх, его вводили в стресс. Потом он должен был принять из рук шамана определенную... Сейчас по-русски это слово вспоминаю. Это из вымоченного риса, такой мукашка такая, да, кругляшок. То есть, другими словами, плацебо, но когда плацебо заряжено чем-то, в данном случае вот этим страхом, стрессом и большая часть людей, которые принимали эту рисовую микролепешку или вот это микронаказание, они умирали. Они умирали, уверовав в то, что они наказаны, в то, что они не заслуживают жить дальше, в то, что вокруг всего страшно, и апокалипс наступил. Это очень напоминает то, что происходило месяца-два месяца назад. Включили главного гавруна ящик, который в каждом доме был включен с утра до вечера, который оповещал о том, что там миллионы вокруг тебя. Тот самый шаман, да? Вот, да, шаман, да. С его ритуалом, с голубого экрана, да. Да, и заводили людей, уводили куда-то, туда, куда они хотели увезти. Нужно соблюдать правила безопасности и гигиены. То есть понимать, что никакой шаман на тобой не будет всесилен, если ты сам управляешь своей судьбой. Да, нужно соблюдать социальную дистанцию с пультом от зомбоящика. Я бы даже так... Да, именно так. Роман, буду сейчас переваривать это все. На самом деле, конечно, вопросов у меня уйма, уйма. Но я вот сейчас еще хочу порадоваться внутри себя за 5G и в смысле, что есть какие-то методы, так скажем, ну не спасения, но корректировки вот этого состояния, да, которое возможно. Потому что я так понимаю, что нас еще в городе не запустили 5G, но с каждым днем я для себя вижу все больше и больше этих вышек. То есть их сейчас устанавливают с новыми такими вот силами, как правило, происходит ночь. Свет, вы знаете, у нас происходило то же самое. Мы надеялись, что пронесет или организовывали здесь разные формы протестов. Властям было очень удобно не разрешать эти формы протестов, потому что... Ну, понятно, к чему это может быть. Ну, понятно, к чему, да. А сейчас по всему Израилю у нас в самых больших рекламных счетах красуется... Беленький, новенький. Да, очень известный актер, который прямо вот там с мобильным телефоном, своей улыбкой. Да-да-да-да. Такая улыбка. 5G. И везде написано 5G. То есть легитимация этому уже идет на рекламных счетах, понятно, что... Процесс так запущен уже, что да-да, его... Скорее всего, мы не сможем это остановить, поэтому нужно сейчас... Нужно каждому на его месте думать, что же он делает и что же правильно. Пока прервемся. Хорошо. Буду переваривать. Да. Да, огромное спасибо. Все остальные вопросы чуть попозже. Спасибо большое. Счастливо, всего доброго, здоровья. Спасибо большое, Роман. Спасибо.